Мой проект немножко отличается от всех тех, которые были представлены до этого. Почему? Потому что в основном все рассказывали про НКО. Мы на данный момент представляем именно бизнес, составляющую проекта. То есть у нас нет НКО, у нас есть индивидуальный предприниматель, у нас есть ООО. То есть это чисто коммерческая составляющая. Мы не находимся на государственных площадях, за которые надо платить аренду. У нас аренда за 250 квадратных метров больше 100 тысяч. Плюс коммунальный расход. И мы их должны покупать. Мы платим налоги, из которых складываем эти зарплаты учителей, медиков и так далее. Поэтому это вот, это самая часть, да? Когда приходят мамы в бизнес, а тогда, когда у нас появляются дети, мы понимаем, что мы не можем выйти в школу, потому что в школе надо быть к половине восьмого утра уже, а садик работать к половине восьмого в сентябре. Мы не можем вернуться в Сбербанк на работу тогда, когда у нас получается так, что все мы уже должны быть на работе. А после вечера мы еще на работе, а нам надо забрать ребенку из садика, отвезти его кружки, секции, забрать ребенку со школы по первого дня, да? А категория мамы, у которых дети в первом классе, вообще у нас защищена нигде и никак. И мы не можем вернуться, и мы думаем только об одном. А как нам заработать на то, чтобы прокормить такого ребенка, да? А как нам заработать на то, чтобы быть самим, когда мамы приходят в бизнес? Почему я говорю об этом и, собственно, сама столкнулась? Сама являлась своими руководителем и НОБЭМом. В руководительной практике готовила детей для НИА, да? То есть была первая форма допуска, до 16-го года была, не вызнаю вообще, из страны. Вот. Кроме этого, в 12-м году я пришла в бизнес с рождением старшей дочери. То есть на данный момент вот ассоциация Мегатетов, я, да, не являюсь совсем председателем, я пока заместитель, потому что у меня и так достаточно небольшое качество всевозможной общественной деятельности. Вот. Но что есть у нас на данный момент? В 12-м году мы открывали как раз этот детский центр развития, а потом открывали, ой, сначала в красном году образовательный, потом детский центр развития, частный сад, дом, для предковременного пребывания, свободный визит. Вот здесь я скачусь немножечко подробнее чуть дальше. Я думаю, вот такое надо делать практически во всех городах. Нету, на данный момент садиков, которые работают после 5-ти вечера. Ну, после 7-м. Есть, у нас есть, у нас круглосуточное пребывание. Прекрасно. Вот у нас официальный мэр, не одного. У нас нет садиков, когда у нас целый сад, весенний. Вот. Дальше. Здесь зато может быть вопрос. В открытых городах практически нет. И сейчас сводится на том, что 10% должно быть за тобой в бизнесе в той части. Да? Вот. Вот. Но в чем проблема нашего предпринимательства, это именно женство возникает, да? То есть я еще занимаюсь... Куда? Буду нажимать? На нижней. На нижней. Нажимаю. Ага. Вот. То есть у нас возникают такие проблемы, что когда мы начинаем заниматься с детьми, у нас прежде всего возникают вопросы. Я классный специалист в отменной отрасли. Я классный педагог, который может подготовить нам приступление в московские вузы. Я суперврач, который может работать. Но, а кто к себе в это время с моим ребенком? А кто заберет малыша из той же школы? Кто сделает с ним уроки? Я должна что, просто с 7 вечера прийти и делать уроки до 12 ночи? Ну, скажите для кого-то незнакомый вопрос, да? Так все и живем. Все так и живем, да. Но и у нас и существует, это как раз идея создания какой-то некой такой среды и структуры, которая будет помогать мамочкам работать. Вот. То есть, смотрите, у нас получается такой момент. Если мы рассмотрим наше расписание, то у нас получается так, что кто-то может работать с утра. Это тогда, когда мы отдали детей в школу. Кто-то у нас может работать в обед, пока у меня ребенок спит. Кто-то может работать вот здесь, когда у меня ребенок пришел из школы, и он уже все, он уже, я свободна, спокойна, там, у кого-то детки спираю. Кто-то может работать вечером, тогда, когда у нас пришел с работы папа, и папа может посидеть с детьми. Но для обычного работодателя такой сотрудник неинтересен. Потому что налоги мы платим с количества людей. Экологические налоги мы тоже платим с количества людей. И зарплаты. Очень часто маму нельзя доверить проекту, который говорит, что нам надо за 2 недели сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Но извините, у меня завтра заболел ребенок, и я в любом случае не выйду на работу, потому что у меня болеет ребенок. Это опять-таки актуальные проблемы. Но, как разный специалист, я могу получить или другую профессию, сделать опять что-то другое. Вот, и поэтому взаимопомощь мам у нас в данном случае приходит на помощь. То есть, что здесь можно предложить? Я классный специалист, и я могу заработать сейчас, например, 1000 рублей. При этом я согласна отдать 200 рублей за то, что у моего ребенка встретит другой специалист из детского сайтика и походит с ним, например, доведет до танцев, посидит около танцев, потом приведет его мне. При этом, отдав, например, 400 рублей туда и 1000 заработать, у меня остается разница 600 рублей. Здесь выигрывает мама, которая сходила за ребенком, здесь выигрываю я как специалист. Сидя дома на пособие, мы не получили этого. Не получится у нас ценный специалист. На основе этого у нас и создан вот этот бизнес. То есть, общий смысл нашего проводника в том, что мы друг другу помогаем, друг друга заменяем. Здесь на данный момент еще не все направления. Сейчас уже объединилось порядка 17 направлений. Что здесь у нас в детской такси? Мне одной из такси практически не забирает маму с многодетнего, у которой трое детей. Знаете, три акта кресла мы закономим, по нашему, да? Причем, если до семи лет, то у нас дети должны находиться на заднем сиденье. Я не видела у меня одного таксиста, у которого сзади есть четыре сиденья, например, для мамы, у кого четверо детей. Нету. Я сама, пока, звоня в такси, говорю, вы мне пришлите в машину, я со своими креслами спущусь. Только пришлите. Следующий момент, семейный центр. Семейный центр. Здесь идет поддержка материнству, поддержка отцовства, разговоры с психологами, консультации реакцентра, которые приезжают к вас в подговоренности из соседнего города. Салон красоты, взрослые детские услуги, они присоединялись к нам. То есть, это партнерская программа. Здесь именно был формат продюсирования, когда мы объясняли маме, что, дорогая, ну вот работай вот какой-то кусочек времени, все остальное время у тебя пустует. Есть вторая мама, у которой точно так же, вот с утра она работает, да, по графику, и вечером пустует. Мы совместили их, у них получилась колоссальная выгода. Вот по такому принципу, когда совмещается на одной площади несколько подобных одинаковых бизнесов, то есть, кого-то, это предоставление рабочего места. Это уже готово по оборудованию рабочего места, да. Когда мы на одном месте объединяем несколько таких независимых бизнесов, мы получаем достаточно выдержанный формат. Очень интересный момент по детскому образовательному центру. Образовательный центр обязан иметь лицензию. Все в курсе, да. Вот, но если репетитор работает индивидуально сам на себя, то иметь лицензию он не обязан. Почему? Потому что обязан репетитору натаскать по какой-то определенной дырочке. Закон четко прописан. Если я индивидуальный предприниматель, у меня кто-то еще работает, я опять-таки обязана иметь лицензию. Но, чтобы иметься тензию репетитору, в помещении в любом, даже на 10 квадратах должно быть 4 туалета. Представьте себе, где такое помещение взять. Формат каворкинга позволяет это сделать. Почему? Потому что основной работодатель, точнее, как мы привыкли, да, обычный называется? Вот. В данном случае не является работодателем, он является каворкингом. Ну, то есть он сдает в аренду готовое рабочее место. Поэтому здесь, опять-таки, я работаю, грубо говоря, репетитором, на своем рабочем месте отвечая за него, вот, в свободное время имею право его сдавать точно такому же отдельно зарегистрированному зданию предпринимателю, который за себя точно так же платит налоги, точно так же за себя отвечает. При этом чисто физически получить лицензию мы не можем, потому что кабинет всего там 10-12 квадратов для одного ребенка, это выше крыши. Вот. То есть вот такие моменты. Дальше, клининговая консультация для больницы, здесь особо не буду останавливаться, потому что действует прежде всего помощь маму, когда мама понимает, что мне выгоднее нанять домработницу и заработать в это время, это по тому же принципу, когда у меня забирают детей, кто-то из детского сада. Эко-проект Алюния, это практически тот же формат, который сегодня многократно озвучивался, то есть это формат благотворительного магазина, но у него выросло одно из таких направлений интересных, это экологическая вторая переработка сырья. То есть здесь вот как раз девушки озвучивали то, что отдают в приюты, мы еще платно сдаем шиномонтаж. То есть здесь еще, то есть там тоже постоянно требуется обтирочный материал, вторая сырье у нас достаточно много где используется, поэтому здесь вот такие моменты. Школа здоровья, красоты, то здесь это прежде всего послеродовая реабилитация мамы, точно так же, как и ребенка, это сейчас бум практически по всей стране, фитнес-мама плюс малыш, йога-мама плюс малыш, да, вот таких форматов. Вот, так. Это, собственно, то, как выносит наш калорий. То есть детский центр, игровая комната, оборудованная партой, то есть в то время, когда дети маленькие спят. У нас на этой же территории проводятся репетиторские занятия. Вот, точно так же, как совмещенная комната семейного клуба, где совмещенная образовательная. Так, сейчас. Косметологический кабинет, точно так же работают два у нас косметолога на данный момент. В зале для фитнес-занятия, причем в зале достаточно маленький, там порядка, скажу, 25 квадратов. В зале маленькие группы для реабилитолога, и там же проводятся семинары в свободное время. То есть в зале сейчас работают, сейчас скажу, 7 тренеров, они точно так же все независимые, то есть начиная от йога, заканчивая психологами, которые осуществляют главные результаты. Вот. Парикмахерская расширилась, поставила в базе рабочее место, маникюр и еще одно рабочее место. То есть у Парикмахерской есть раньше работа один мастер, и она физически не вытягивала аренда, там аренда была порядка 12 тысяч. Вот. На данный момент их работает 4 мастера, которые совершенно спокойно и за себя могут платить, и, соответственно, принимать клиентов, и оказывать дополнительные услуги. Вот. Причем эти все мамы точно так же, как вот все вот это, находятся в пределах одного здания. То есть когда у мамы появляется прочный клиент, и она не знает, куда остается ребенка, она с этим ребенком приводит к нам, в детском центре за ним следят в формате свободный визит, и при этом мама получает возможность спокойно заработать денежку. Вот. То есть именно база, два направления, это проект Министерства свободный визит, и это группа продленок, когда с ребенком делаете домашнее задание. Когда не задают какие-то вопросы, и на старших классах дети у нас получают предварительную такую профориентацию, когда ребенок может попробовать себя сам в качестве репетитора. То есть сидит репетитор, занимается с ребенком, видим, что ага, он может объяснять другим детям, он достаточно интересно рассказывает, он понимает сам тело. Мы его просим объяснить более младшему ребенку. То есть, например, восьмой класс объясняет пятый. Между ними налаживается контакт. Ребенок же сам думает, а, мне нравится объяснять, а может быть я попробую? То есть смотрим, опять-таки, ни для кого не секрет, что студенты, которые уезжают у нас в другие города, очень часто не могут уехать к причине того, что здесь или нет финансового обеспечения. То есть у нас даже далеко не будем ходить, на данный момент у нас есть несколько техникумов и два вуза на весь город. Причем вузы, которые готовят либо филиал неяванный фильм, и второй вуз это Сиркоз Академия наша. То есть даже для педагога выучить, нам надо ехать за 100 километров. Не всегда у нас. Да, не всегда у нас родители могут себе позволить содержать ребенка даже вот за 100 километров в другом городе. Но получают те же навыки первичные репетитора, продвижение в соцсети, образотка фотографий, дети получают возможность уехать в другой город, при этом финансово не зависит от своих традиций. То есть вот это тот толчок, когда ребенок может получить нужную профессию и вернуться в город, что ценное специальности не ограничиваясь только теми возможностями, которые предоставляет город. Соответственно, наука на траве это формат репетиторства в летнее время на улице. Недавно у нас в городе как раз запустилась квартира, такие картичные студии, которые работают в своем квартале. Единственное в городе буквально в феврале открылось креативное пространство. Это первая королька вообще, которая открылась у нас в городе. Ну, также деловые центры у нас есть встающие офисы, но опять-таки, прям, цены достаточно высокие и там нету такого момента, когда мама может быть спокойной своего малыша. То есть вот этого формата у нас практически нет. Ну и как, конечно, работали давно, фриланс у нас никто не отменял, у нас несколько своих даже организаций, которые работают в противопринципе. В команде проекта на данный момент у нас 13 руководителей направлений, вот те, которые есть, и 6 многодетных мам. Причем из них 4 мамы. Это одиноко воспитывающие своих детей. То есть это мамы, у которых нету возможности даже оставить детей к бабушке отправить еще куда-то. То есть она в любом случае всегда с детьми. Поэтому там нет ни мамы, ни бабушек, то есть у тебя ков-каку-каку-каку. Вот. Причем вернуться на старую работу, это такие возможности просто таких мам не было. Здесь мы нашли себя вообще без проблем. И вот эти 4 ребенка у нас являются уже непосредственно нашими клиентами собственного каворкинга, при этом мы в любом случае и зарабатываем, мы можем позволить уже накормить своих детей. То есть вот такие моменты. То есть вот здесь вот пока в красных рамочках это те 4 моменты, которые у нас являются многодетными. То есть здесь не все, в детском представлении, но... это те проекты, которые у нас реализовываются и реализуются на данный момент. Так. Ну и спасибо. Не буду больше за тебя. Спасибо.